Всем привет, дорогие друзья! Год и 9 месяцев воздержания и по этому поводу я решил записать видеоролик. Речь может быть невнятной, почему? Потому что я с утра встал, подорвался на море, обычно я сплю либо до 9, либо до 8, потому что я считаю это нормальным графиком, когда должен человек вставать и что-то делать. Вот. И поэтому, к примеру, подрывать свой организм, как я подорвал в пол седьмого. Вот сейчас семь уже, много людей на пляже, кстати. Да, вот вы можете видеть сзади. Много людей, кстати, на пляже, никто не занимается на турниках. Я, опять же, не призываю всех заниматься на турниках, тем более с утра. Нужно заниматься спортом тогда, когда тебе удобно. Например, мне удобно больше вечером. Но я понимаю, что если бы я этот ролик пилил вечером, тут было бы много людей, кто-то был бы на турнике, меня бы могли не понять. И, в общем-то, видеоролик бы, может быть, получился каким-то непонятным. Вот. Мало того, что в нем темно. Хотя, вот у меня, в принципе, на телефоне есть подсветка. Но на фронтальной камере ее нет. Вот. Так вот, что я хочу сказать. Что было за месяц? Сегодня 21 июля. Утро. Что было за месяц? В принципе, я прошел видеокурс одного из лучших ютуберов. В каком плане лучших? И как я определил, что этот ютубер лучше? Этот ютубер, собственно, получил кнопку на ютубе. У него на ютубе, в целом, порядка миллиона подписчиков, а может даже больше. У этого чувака несколько каналов. И он хорошо шарит то, как оптимизировать видеоролик. Но для себя, что я понял? Я, как бы, не загонял ему тему про вот этот канал. Вот. Потому что каждый решает для себя. Вот, например, человек захотел взять консультацию, он берет консультацию. И я ему не должен ни в коем случае навязывать взять консультацию. Мое дело, как бы, предложить людям ссылочкой в описании. И там связью, что я могу всячески им помочь. Но никаким образом я никогда не навязываю ничего. Точно так, и как люди, многие спрашивают по поводу, смотришь ли ты конкурентов. Там какие-то конкуренты начали появляться. Другие чуваки, которые якобы могут тоже сказать, что они воздерживаются не три года, ой, не год и девять месяцев, как я сейчас. А я уже воздерживаюсь два года или три года. Такие чуваки, кстати, тоже могут появиться, и они наебщики по своей сути. Просто, как бы, для меня дрочек определить очень легко. Вот, я просто понимаю, я по голосу, по мимике, по жестам, по неоправданной агрессии, я знаю, как это все определить. Вот. И если человек как-то на камеру там скрывает свое лицо, или как-то он пытается что-то рассказать, у него несвязная речь, нет доверия такому человеку, нет доверия таким людям, поэтому я лично не смотрю конкурентов, еще потому, что когда я смотрю конкурентов, я не развиваюсь, а они в это время развиваются. Вот поэтому я не смотрю конкурентов, не смотрю там какого-то Арсена, Маркияна, или я не помню, извиняюсь, не помню фамилию, не помню имя точно, извиняюсь там у Арсена, извиняюсь у его подписчиков, что он неправильно назвал. Ну, Маркияна, ну, не важно, не важно факт в том, что я не смотрю, то есть зачем человеку, который воздерживается год и девять месяцев ровно, смотреть людей, которые несут информацию, чтобы бросить анонизм, ну, полностью побороть. Вот я как бы, я понимаю, что я полностью поборол. То есть у меня сейчас не воздержание год и девять месяцев. У меня уже анонизм в сонном состоянии. То есть я могу самообладать собой и, соответственно, таким образом, даже, я не знаю, при дрочке, я думаю, что я еще буду, блин, дальше воздерживаться. Ну, до дрочки, конечно, не дойдет. Вот, ну, о чем я вообще говорю? О том, что даже вот каким-то образом, каким-то боком я не представляю себя, как я могу сорваться. Вот. Вот. И все. А некоторые люди думают, что вот эту информацию, которую я даю на YouTube, которую я выкладываю на YouTube, она как-то помогает мне при воздержании. и они приписывают типа то, что я воздерживаюсь благодаря каналу. Да, да, да. Действительно, я иногда пересматриваю свои видеоролики. И отчасти у меня есть как бы перед аудиторией лояльность и честность. То есть я не могу, вот, например, подрочить и потом дальше говорить я вот воздерживаюсь год там и 11 месяцев или там 2 года или 3 года. Потому что когда я создавал этот канал, на тот момент у меня было уже воздержание. Около года. И вот нужно думать, зачем оно мне надо, да, как бы кому-то врать. Мне совершенно это не надо, просто я делаю видеоролики, какие-то умные мысли я иногда пересматриваю. И все. Людям надо и я помог. Поэтому некоторые люди просто выкидывают деньги на курсы, на курсы пикапа. А, ну и кстати, что еще за месяц случилось? За месяц ничего такого больше не случилось. Я отдыхал. Основным ключом для меня, собственно, ключевым событием, основным событием стало то, что я стал, собственно, проходить видеокурс. И есть действительно свои результаты. Один видеоролик, я почти добрал полмиллиона просмотров на Ютубе. Вот. Но просто я понимаю, что вот эта тематика про анализм, она будет узкоспециализированной. То есть, на самом деле, не все люди хотят бросить, дрочить, то есть, смотрите, да, перекрыть удовольствие, которое ты можешь получить легко, бесплатно, просто рука под рукой, как говорится. Вот. Не все люди хотят просто бросить это дело. и поэтому на самом деле, ну, тут что сказать можно. Человека нельзя заставить, нужно, чтобы он сам к этому пришел и сам этого, соответственно, захотел. Вот такие дела, дорогие друзья. Думаю, вы меня поняли. Я вас в этом могу. В общем, это утро, 21 июля, небольшой отчетик. Все-таки отчеты я вот даже советую вам. Каждое 21 число, вот лично у меня, да, как я начал бороться с этим делом, вот. Но сейчас понятное дело, что я не борюсь. Хотя некоторые, блин, думают, что ты борешься, борешься, а с анонизмом бороться не надо. Просто нужно поменять свой механизм осознания, свое мышление, вот, во время дрочки. То есть, пока ты дрочишь, у тебя одно мышление. Когда ты уже не будешь дрочить, у тебя будет другое мышление. Просто вот это нужно поменять, а люди думают, что вот я типа там отчитываю дни. Вот, 21 число каждого месяца, просто зачем мне отчитывать дни? Я изначально просто это понял, я раньше сидел на одном сайте, не помню. В общем, где-то слышал, что, короче, не, все-таки надо проводить счет дней, там, вот этот, заводить календарик, красными этими, помечать, крестиками. Просто я в шоке с таких людей. На первых этапах воздержания такой фигней не нужно заниматься. Почему? Потому что КПД 0, коэффициент полезных действий 0. Вот, ты просто там отчеркиваешь эти дни, проживаешь день за днем, а какая цель при таких раскладах у этого человека? Прожить день быстро. А что ты сделал за этот день? Не знаю, просто воздержался. Вот видите, в чем фишка? Вот в чем фишка. Вот почему не нужно считать собственно эти дни. Вот, ну ладно, дорогие друзья, буду заниматься на утреннике, пойду, во-первых, нету подставки, во-вторых, блин, телефон падает. Если бы была подставка, я бы поставил, показал вам, как я занимаюсь. Ну а я что, короче, на море, блин, подставку я тут не буду брать, но я не взял, короче. Ладно, дорогие друзья, всем удачи, всем пока, удачного воздержания, изначально борьбы, вот, сейчас у меня уже не борьба с анонизмом, сейчас я уже, как бы, чувствую себя легко, на эйфории немного. У меня приподнято всегда настроение, и просто бывают полюции, ну а что поделать, полюции это природно. Вот, другие сексуальные темы, моменты в своей жизни личной я не буду освещать, потому что это личная. Кому нужно будет спросить на консультации или в личке, хотя в личке я такое не отвечу, но на консультации могу. Вот, всем удачи, всем пока, и джастоп-пап. джастоп-пап. Субтитры создавал DimaTorzok